То, что я могу сказать о деятельности господина президента, это то, что он начал процесс самоаннигиляции, самоуничтожения. Но вы не единственный, кто сегодня именно так воспринялся ситуацию. Я считаю, что жадность фраера погубит. Еще раз уточню. О какой жадности идет речь? О жажде и жадности к власти. Абсолютного контроля над страной? Абсолютного контроля. Игорь Николаевич не выучил урока Владимира Георгиевича. И очень зря. Сегодня в республике Молдова... А каким образом ему сейчас можно помешать? Есть всего лишь один человек, который с этого момента ответственный за все. Игорь Дадон. Зло и выбором. Это Игорь Дадон. И все то разочарование, которое сегодня просто витает в воздухе, это все на его счету. И с данного, вот с этого момента, начиная с данной ситуации, вся ответственность лежит на нем за все то, что случилось. Потому что это все-таки серьезная вещь. И мы говорим о сотнях тысячах судеб, об огромном количестве разочарованных людей, которые надеялись на лучшее. И надеялись, что наконец-то у нас все начнется по-другому происходить. Все будет по-другому. А у нас на данный момент есть все признаки того, что Дадон идет по следам Влада Плохотнюка. Это медиахолдинг. Это подозрение в теневом финансировании партии. Очень обоснованные, кстати, которые, к сожалению, пока никто не расследовал. Это фактически жажда контролировать все ветви власти, законодательную, исполнительную, судебную.